В это непростое для сладкоежек время, во время соблюдения Великого Поста, мы принесем в их дом радостную новость и научим печь постные торты. Ну, то есть, Алла расскажет, а я, надеюсь, научусь. Вот с чего надо начать, Алла? Начать надо смешать три ингредиента. То есть, первое, это у нас идет два неполных стакана апельсинового сока. То есть, апельсиновый будет вкус? Да. Ну, можно, в принципе, заменить на персиковый. Все, как в обычном торте, только ингредиенты растительные. Сок, масло, мука и уксус. Замену яйцам тоже нашли. Сода нам поможет поднять тесто наше, потому что оно у нас без яиц. А соль, она как бы усилит, придаст вкус нашему бисквиту. После добавления каждого составляющего все тщательно смешивают. Потом готовят формы для бисквита. У нас будет торт в форме полусферы, и поэтому для этого мы выпекаем два коржа. Рецепт Алла прочитала в интернете. Немного изменила, и теперь у нее собственная методика. Главное условие – когда готовишь, нужно все попробовать. Температура печки – 170 градусов. Время выпекания – 40 минут. Но это не точно. Тут тоже нужно пробовать. Тут тоже нужна проверка руками. Если пружинит, можно вынимать. Такой бисквит точно не осядет. Подготовленные коржи, то есть уже остывший бисквит, мы его разрезали на три части. И верхнюю часть мы немножко уменьшили диаметр. Каждый слой с пропиткой, иначе будет сухим. Вначале сок, потом начинка. Здесь подойдут кокосовые сливки и варенье. Сверху крем, и можно вливать карамель. Ну, наш торт уже готов. И теперь самая важная часть готовки – это дегустация. Я готов. Он просто тает во рту. На западе очень вкусно. Все, объявляется обеденный перерыв. Дмитрий Дмитриев, Артем Удников, ДРТВ.